да совсем истоком да действительно как бы когда я лично я шел в науку я вот как раз был захвачен именно идеологии романтизма в науке но потом я уперся в постпозитивизм что меня как-то огорчило и самое обидное что у нас сейчас попытки как-то аргументировать и что-то сдвигать вот как раз сталкивается с наукой на промышленных рельсах и двигать сейчас крайне сложно но с другой стороны она дает свои плоды в формате объема научных знаний и качества их исследований поэтому вернуться было бы конечно хорошо и пить вино но сейчас в принципе тоже неплохо вот есть альтернативная точка зрения какой-то ученый сказал что ученые это те люди которые занимаются тем что им интересно за деньги государства ты занимаешься тем что тебе интересно за деньги где-то так да да это действительно но тут как бы все зависит от того в каком государстве в этим занимаетесь то есть в некотором плане да за деньги государства но лично в моем случае как бы и за свои тоже поэтому такое полу хобби полу работа приходится выкручиваться так скажи подробнее луны и зеленого сыра это просто пример о том что наша гипотеза о том что луна это сыр и о том что потому что как сказал ну ладно да в той области которыми ты занимаешься до артефактов которые могут привести к кому-то прорыву ну область которой я занимаюсь это молекулярная биология и количество артефактов там сейчас не особо велико она как раз этой серии мейнстрим молекулярная биология биотехнология мы все значится двигаем поехали то есть вот как раз вот то что я говорил про супер компьютеры которые пересчитывают эти рнк то сейчас все так вот бодренько движется и артефактов еще не особо видать но в скором времени у нас будут уже прикладная реализация этих исследований в общем или так как она по документам звучит по документам влияние влияние биологически активных веществ на морфо функциональное состояние ядра клетки то есть но по сути это мы чем-то влияем на клетку она как-то реагирует все да я собственно тоже раньше мол молекулярной биологии что-то более химическая а где в Харькове занимаются молекулярной биологией? кроме чему я не знаю в креобиологии или нет? в креобиологии занимаются да допустим университет Каразина кафедра молекулярной биологии биотехнологии институт медрадиологии они занимаются исследованиями рака поэтому там тоже маркеры и вся вот эта суть тоже относятся к молекулярным синтезирует именно эти маркеры или просто уже готовые используют? готовые используют а откуда они их берут? ну как в научном институте формируется тендер на закупку реактивов и прочего кто как бы тендер победил? а можно я вот так и с Харьковскими ученами ну как бы как бы в собрании его не придется вам дядю попробовать нет ну многие 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 к этому стремятся но так как медицина это все-таки штука где от этого зависит жизнь человека то подобное производство требует определенной сертификации вот конечно же отечественные институты склоняются к закупке отечественных материалов но им необходимо подтверждение этих материалов ну а о качестве этих материалов а не то что они где-то на коленке были собраны короче будет случай на миг не что Харьков это же есть хорошо да а так вот а вот есть приятное такое для большинства сделать утверждение о том что необходимо сохранять незнание необходимо ну Гаттайнштейн по-моему сказал о том что не нужно опираться на методологию последовательно именно невежие глупцы делают какие-то прорывы и открытия какой вот лично но не был то есть ты стараешься как-то быть одновременно и кирилл и не хотеть тебя назад до той версии когда ты не знаешь на чего ну то есть у тебя есть такой научный цель каких-либо лично ты как исследователь в этом формате я придерживаюсь есть такая фраза что как только в науке возникает утверждение это истина потому что я так сказал это перестает быть наукой и я вот стремлюсь вот основываться на этом утверждение что я никогда не знаю что у меня и как будет и с одной стороны все таки повседневная работа требует соблюдения методологии и правил работы но по мере возможности все таки пытаюсь взаимодействовать как-то шире но суть в чем тут надо понять то что вот к примеру есть технари у них такая ситуация что их объект работы несет он является потенциальным источником угрозы то есть даже если вы какой-нибудь там слесарь вы можете травмироваться об свой обстанов там с которым вы работаете а у биологов все еще хуже не только объект исследования несет угрозу сотруднику но и сотрудник несет угрозу объекту исследования то есть если вы работаете с крысками вы сначала долго и методично старайтесь чтобы они выжили вот даже вида значится до момента да да вот вот это утверждение вообще абсолютно верно для фундаментальной науки хотя конечно есть так называемая промышленная и прикладная научная деятельность когда у нас есть фармацептическая компания она ставит задачу исследования какого-то препарата и там люди просто методично ежедневно вот они то есть у некоторых ученых все-таки это сужает угол зрения но тут все-таки зависит от формата работы и направленности деятельности но фундаментальная наука будет всегда поэтому кстати именно там как раз часто рождаются какие-то файлы которые потом выходят на филами там ну вот меряем а оно что-то не меряется меряем а оно не меряется и снова хаос да вопрос такой есть эксперимент на протяжении миллиона раз в этом эксперименте получается результат а дальше два раза получается результат смеси b, c, d, e буквы алфавита и одна сотня процента а вопрос в какую религию обратиться что с этим делать а исходя из того что у нас происходит сейчас вот эпоха постпозитивизма мы просто забудем про эти мелкие погрешности и будем скажем с оборудованием что-то не так случилось реактив был не совсем чистый ручки у лаборанта не совсем ровные то есть мы это спишем на все что угодно но не как на научное явление но мы это запомним то есть где-нибудь мы там себе пометочку сделаем и только вот когда мы упремся в то что наша научная работа себя исчерпала то есть по ней защитились там 4 докторских 9 кандидатских 20 студентов уже написали дипломную и уже двигать ее некогда ну и некуда вот тогда мы вспомним что у нас было что-то не так и начнем этот результат доставать да ну почему наука так яростно отвергается для альтернативной теории тут важно учесть некоторый момент что если говорить именно о науке наука занимается теми теориями которые обладают нынешним базовым теоретическим фундаментом и подтверждением то есть если мы что-то предполагаем и оно как-то хоть близко с нашим нынешним мировосприятием тогда это мы относим к науке а если оно совсем ни в какие рамки не вписывается тогда мы его и отвергаем то есть мы не просто так его отвергаем а потому что оно полностью не стыкуется со всей нашей нынешней моделью мировоззрения вот и есть еще второй фактор экономический вот когда у нас остается этот кусочек того что все-таки к науке относится мы решаем а что же больше нам денег принесет и то мы и начинаем исследовать хотя с точки зрения фундаментальной науки смысл имеют совсем другие вещи вот так что во многом все-таки я думал дело в новых внутренних противоречия как правило и формативных теорий когда они не складываются сами ну вот для этого и как бы ну это 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 тот тупик куда может зайти вот та самая от хок теория добавления чего-то дополнительного оно может да действительно само себя нагромоздить и все посыпется ну что ж спасибо